приветствую всех на своем канале очень рада вас видеть вновь сегодня мне хотелось опять здесь что такое розовенькое люблю люблю этот цвет хотя он не 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 мой любимый в плане того что есть другие цвета которые я люблю мои самые любимые так мне подарили значит на новый год свечку люблю я все это дело эфирные масла свечки но этой свечке есть один недостаток у нее внизу есть вот эти вот блестюльки это все блестит я терпеть не могу всевозможные вот эти вот глиттеры все что блестит и переливается поскольку я не не сорока я не люблю такое блестящее вот но посмотрим поэтому я решила зажечь сегодня но свечку потому что расклад у нас называется в потоке сегодня мы с вами будем смотреть поток и так это уберем это не нужно загадывайте позиции тайм-коды есть в описании к моему ролику да внизу позиции вы видите перед собой 1 2 3 голубенький красненький зелененький в принципе ничего не меняется вот а мы сегодня значит этот расклад по идее я выложу в пятницу значит если я не ошибаюсь в эти выходные я должна буду провести blitz до blitz консультации вот если это так да то зайдите в раздел сообщества и почитайте анонс если это так если нету нет хорошо так давайте приступим и так позиция номер один голубенький камешек здесь прям огонь у нас так горит хорошо а приступаем что нам скажет что он нам скажет право единичек о чем речь пойдет дьявол надо же нам провела над огнем называется дьявол троечек перешел в первую позицию о чем здесь нам говорит дьявол о чем он пришел нам сказать аркан шута так интересно и победа здесь такое ощущение что а те кто загадали первую позицию хотят одержать какую-то победу в чем-то и вот на этом пути есть не знает то ли какое-то ощущение то ли ожидание обращение каких-то перемен а то здесь знаете сейчас я попробую это сформулировать о чем нам здесь говорить дьявол о том что человек в своей голове решил что он пойдет новым путем но вот в этом новом пути хочется сказать что он хочет получить то что желал в старом своем пути немножко запутанно говорю сейчас как бы здесь донести эту информацию например у вас было желание устроиться на какую-то конкретную работу и вот вы как будто бы провели определенную работу над собой да и у вас есть ощущение что все наступил новый виток я теперь стал другим человеком вот но и на этом новом витке вы все равно продолжаете желать победы того что у вас не получалось ранее то есть знаете хочет сказать не мытьем так катанием так я тебя это самое достану я получу то что я хочу это как будто бы вы вошли в новую жизнь в новый этап но со своим старым мешком гнилых картошек и убеждений да в плане того что вот то вот так то есть новое будущее это вам открылось вошли вы в него со старыми какими-то целями и вот в этом и заключается ваша дьявол что здесь не так что здесь не так аркан перерождение что с этим перерождением не так здесь понимаете двойка кубка выпала здесь как бы так сказать вот что новое которое вошли и то что вы хотите вот эту вот свою старую цель по идее вам будущее оно и так это дает но вы это должны получить по-другому не здесь знаете какое-то вот ваше проявление что ли какого-то человека такого победителя как бы здесь это объяснить эту позицию чтобы понятно было сейчас попробую от этой позиции идет ощущение того что то что вы хотите то что вы желаете вам вселенная это и так даст да то есть она готова вам дать она готова вам дать двойку кубков только вы как будто бы этого не видите потому что присутствует дьявол и вам кажется что вы должны очень сильно активничать что-то делать для того чтобы получить желаемое и по сути вселенная говорит о том что ты это желаемое можешь получить но нужно получить его не по дьяволу как-то по-другому то здесь и в одном и другом случае ты получишь то что хочешь только есть другой путь вот вам вселенная хочет показать что другой путь он идет через двойку кубков он идет через любовь он идет через гармонию то есть здесь в вашем сознании должно что-то измениться таким образом чтобы вы вошли вот в этот вот поток любви и гармонии и это будет такие достаточно высокие вибрации об этом и говорит нам шут здесь как раз таки о новом витке и вот на основе новых ваших энергий вы сможете получить то что вы хотите намного проще а сейчас а вы этого не видите то есть вы как будто бы знаете вошли я не знаю ушли из первого класса пришли во второй класс то другой а вы снова садитесь например там я не знаю на первую парту где вы сидели во втором в первом классе хотя вы можете сесть на любое свободное место то есть вы вы можете получить то что хотите но вам нужно изменить здесь свое сознание нужно изменить убеждение вы хотите получить более материальным образом по дьяволу да то есть используя свои какие-то навыки используя свои какие-то активные действия а там что-то делать например если это касается отношений да так просто проще понимается вы вам нравится например какой-то человек и вы хотите с ним стать в союз вот вроде бы все хорошо есть коммуникация есть сообщение вы понимаете что вы друг другой нравитесь но вот в союз вы никак не вступаете ну то есть второй партнер как-то вот ну не очень-то активно проявляется и не хочет но не показывает вам вот заинтересованность именно в этом плане и вы начинаете не то чтобы манипулировать а придумать разные варианты куда-то его пригласить что-то сделать для этого человека организовать там день рождения какой-то проект то есть начинаете прикладывать колоссальную энергию и силы через действия для того чтобы получить этого партнера чтобы он вам предложил именно союз а здесь речь идет о том что а вам не надо вообще прикладывать столько усилий вам нужно себя поменять вам нужно поднять ваши вибрации очень высоко то есть наполнится любовью то есть стать человеком который будет излучать спокойствие человек который будет знаете вот излучать свет изнутри то есть он будет хорошем настроении он будет улыбаться он будет приветливый человек у которого есть интересы в жизни да ему нравится бывать в разных местах то есть что-то делать существовать и быть наполненным вне пары да то есть мне этого человека тогда знаете к стать какой-то такой звездочка путеводная для человека когда этот человек допустим в данном случае до ваш партнер он посмотрит на вас скажет а я хочу быть рядом с этой звездочкой есть понимаете и в одном и в другом случае вы получите это партнерство которое вы хотите только в первом случае она вас измотает до такой степени по дьяволу что когда вы уже его получите вы уже не захотите потому что вам как-то будет не знаю может быть здесь пробудится пробудится ваши теневые аспекты до пробудится ваше эго и скажет вот я столько сделал я столько вкладываю с тебя ты ничего не делаешь мне взамен да и вот когда он человек уже предлагает допустим стоит вы выдохлись и говорите да а я и не хочу да я устал да то есть ничего то есть появятся какие-то обиды да может быть там что-то другое будет синевого аспекта и вы откажете а вы когда вы не вкладываете в саму цель достижения этой цели столько сил и энергии а направляете ее на обогащение себя на повышение своих собственных вибраций для того чтобы находиться вот в этом состоянии любви не к человеку а к высшим силам да то есть к своему высшему я когда вы находитесь вот в этом союзе своим высшим я но и так поднимает ваши вибрации и тогда вы начинаете еще больше светиться когда вы светитесь как лампочка да вы становитесь заметны вы становитесь заметны и на эту лампочку на этот свет притягивается человек когда вы не светите в данном случае по шестерке жезла вы не светитесь почему потому что вы отдаете энергию и вам на себя не хватает ваша лампочка она тухнет а когда она тухнет она не выполняет свою задачу и И вселенная не хочет ей что-то делать, потому что она свою задачу светить не выполняет. Кроме того, вы становитесь незаметным для вашего партнера, он проходит мимо. То есть здесь вот то, что я хочу вам донести в сегодняшнем потоке, то есть чего бы ни касалось, я просто привела пример на взаимоотношения. Здесь может касаться чего угодно, да, то есть элементарно может быть там поступление в какое-то учреждение, там, либо, не знаю, в какую-то школу, обучение, притянуть то, что вам нужно. Здесь вы должны понять, что речь идет о двух моментах. Вы можете это получить двумя способами. Один способ – это земной, это по дьяволу, это про материальный мир, то есть вот то, что осязаемо, да, то, что можно пощупать, то, что нужно составлять, сделать какие-то действия. И второй путь – это как раз-таки про перерождение, то есть по аркану смерти и по двойке кубков, да, когда перерождение идет в нашем сознании, когда мы отказываемся от прошлого. Почему? Потому что мы, по шуту, мы вышли на другой уровень, да. На этом другом уровне все, что было в прошлом, оно вызывает у нас уже отвращение, потому что как раньше мы уже не хотим. Мы это прошлое отпустили. И нам надо понять, как по-новому. А по-новому – это вот как раз-таки через двойку кубков, через баланс, через гармонию, через любовь. Кому у нас может быть любовь на земле? Только к нашему высшему Я, либо иначе люди говорят к Творцу, к высшим силам. Не знаю. Ну, в общем, к чему-то такому божественному, на тонком плане светлому. Потому что любовь к человеку в земном нашем понимании – это выгода, да. Это вот некая такая договоренность. То есть я тебя люблю за что-то. А любовь к чему-то возвышенному, она, по сути, безусловна, да. Потому что вы ничего не просите взамен, а вот это вот состояние любви, оно настолько вас наполняет, что вам становится так хорошо. И вот из этого состояния благости вы хотите отдавать. И вот здесь, когда вы наполнены, да, вы будете отдавать свою энергию, вы будете отдавать свои ресурсы, вы будете светиться. И это будет нравиться человеку, и он захочет вступить с вами в пару. Либо здесь, если это не касается отношений от чего-то другого, то вы получите свое желаемое. Выбор за вами, на каком уровне, да, один земной, другой более возвышенный. Каждый выбирает для себя в зависимости от того, на каком уровне он находится. И то, и другое приведет вас к желаемому результату. Но как вы потом будете взаимодействовать с этим результатом, да, то есть что шестерка жезлов, она говорит, а это аркан победителя. На древе жизни шестерки у нас находятся в сфере Тиферит. Тиферит это аркан красоты. Почему? Потому что человек достигает своего внутреннего вот этого вот баланса, да, равновесия. То есть он выровнял все свои энергии, которые ранее были, находились в дисбалансе, да, в дисгармонии. И вот он удовлетворен достижением своих собственных желаний, потому что жезлы нам говорят всегда про желания, про амбиции. И вот это вот победители, триумф, да, я получил то, что я хочу, да, я достиг того, чего я хочу. Но речь идет о том, какой ценой, да, то есть вот здесь весь расклад, вот этот поток говорит о цене того, чего вы желаете, какой ценой вы это можете достигнуть. Вы выбираете для себя в зависимости от того пути, на котором вы находитесь. И последний аркан просто вытащу в этом потоке. Пятерка жезлов. Говорит о внутренней борьбе. То есть здесь, по сути, все, что с вами происходит, это связано с внутренней борьбой касательно ваших собственных желаний. И вот это вот, скорее всего, вот эту вот борьбу, какую-то притирку, противодействие внутри себя, несогласие касательно ваших каких-то желаний и амбиций, вы это и транслируете вовне. И дьявол вам это как раз-таки подпитывает. Вот это вот несогласие. Рыцарь кубков. Да, здесь вам нужно идти другим путем. Здесь карты говорят о том, что нужно идти другим путем. Да каким я рассказала? То есть в соответствии вот именно со своей душой. Да, вот, понимаете, первый путь он тоже касательно души, потому что есть внутреннее вот это вот желание. Но способ достижения, он не такой, который, не знаю, здесь как-то вот он больше выматывает вас. Это как будто бы, знаете, есть некое такое захватчество одной страной и другую. Вот. И та, которая нападала, да, она победила. И вот она входит, значит, во ворота империи, которая была побеждена, да. И вот чувствуется вот это вот ощущение триумфа. Но хочется сказать, какой ценой, да, сколько людей полегло. Во втором случае здесь речь идет о том, что как будто бы вот эти вот две империи договариваются и находят какой-то консенсус между собой. То есть не то, что одна будет порабощать другую либо захватывать, а они как будто бы выходят на, не знаю, какую-то дипломатическую договоренность о слиянии двух империй. И тем самым обе будут в каком-то, в своей какой-то выгоде. То есть, понимаете, да, и в одном случае слияние, и в другом случае триумф и победа. Но вот цена все-таки видна. Вам решать. Вам решать. Поэтому здесь дьявол и выходит. Дело в том, что дьявол, он как раз кинодрево жизни и говорит о том, что он находится на пути к Теферии, о котором я говорила. Он как раз-таки говорит о том, что на пути к своей целостности, да, психической, психологической, вам нужно будет столкнуться с теневыми аспектами. Вот дьявол здесь как раз-таки высвечивает вот эти теневые аспекты. Когда вы научитесь их признавать, принимать, тогда вы становитесь целостным человеком. То есть, по сути, вы не отрекаетесь и не отказываетесь от своих каких-то негативных моментов, да. Вы с ними знакомы, вы с ними взаимодействуете. Если есть возможность, можете их изменить. Вот про это нам как раз-таки и говорит дьявол. С другой стороны, на противоположном пути, на древе жизни, у нас стоит как раз-таки аркан смерти, да, который говорит о перерождении, перерождении в сознании. Но это перерождение в сознании, оно такое, знаете, очень, очень резкое. С одной стороны, аркан смерти нам говорит о естественном процессе, да, когда старое отмирает и постепенно новое рождается. Но с другой стороны, если мы рассматриваем с точки зрения планов, да, то здесь происходит некий такой скачок, скачок сознания. Знаете, иногда, когда происходит у человека инсайд в голове, и он меняет абсолютно всю жизнь самого человека. То есть он как будто бы, знаете, вот что-то осознал, понял, решил для себя, принял это решение и начинает действовать. И его жизнь кардинально меняется. То есть он сменяет свое окружение, он меняет место жительства, он меняет место работы, он меняет абсолютно все. И его жизнь в связи с этим, она меняется. Вот здесь об этом речь идет. То есть либо мы как будто бы постепенно работаем со своим дьяволом, и мы приходим к результату шестерки жестов победителя, да, либо мы делаем вот этот вот колоссальный скачок в своем сознании, через то, через то, что мы пересматриваем свои вот эти вот убеждения, которые уже не имеют какой-то ценности для нас. То есть мы работаем с собой. И в первом и втором случае мы работаем с собой, да, только с дьяволом намного... Я даже сравнить не могу. И то, и другое сложно, да, но и то, и другое, оно приводит как раз-таки к гармонии, к сферить и ферить. Чрезвычный здесь момент. Философски сказала, но я всегда говорю, что единички у меня такие более люди зрелые, что ли, более старые души, так скажу, да, более мудрые. Поэтому и потоки для единичек, они такие более философские, но я уверена, что они будут вами поняты, потому что вы перекладываете на свою ситуацию, и что-то проясняется для вас. Смотрим двоечек, двоечки. Ваш поток сегодня... Такой тепленький поток, да, я что-то согрелась, вроде бы холодно было. Так, ваш поток... Рыцарь Пендакли, о чем нам здесь говорит рыцарь Пендакли? Здесь такая интересная ситуация, достаточно специфическая, не знаю, это нравится, наверное, не у всех. Речь идет о каком-то предложении, о каком-то подарке, что с одной стороны разбило вам сердце, но и одновременно как будто бы дало вам новый шанс, да, новый шанс на что-то другое. Так, давайте я вам пример приведу. Не знаю, здесь такое ощущение, что вот, допустим, да, вас уволили с работы, и вот вы вынуждены куда-то переехать в другое место, в другое место жительства, то есть здесь может быть другой город, я не вижу, чтобы это был другой район, но вот как будто бы другой город, я не знаю, может деревня, куда-то. То есть с одной стороны вот это вот самоувольнение, оно послужило причиной того, что вы вынуждены были переехать. Вот туда, куда вы переезжаете, у вас начинается новый этап. Я не говорю, что он хороший, либо он плохой, просто это новый этап, то есть вы привыкли жить как-то. Здесь идут изменения. Скорее всего, произошли изменения через боль. Через боль, через утрату, через слезы, через то, что разбило ваше сердце, то, что вас ранило. Но причиной было либо какая-то поездка, либо какой-то подарок, либо какое-то предложение, либо какая-то идея, которая реализовывалась, либо что-то здесь такое послужило, что послужило этому, что разбило вам сердце, но вот в этой, как говорится, как это выражение, да? Не было бы горя, да? Да, удача помогла. Что-то вот в таком роде, вот это вот про это. Мак. Здесь была, либо была какая-то серьезная задача, которую надо было решить, запутанная какая-то ситуация, либо надо было быть, принять какую-то ответственность, что-то решить, либо это касается как-то вот профессиональной сферы, либо денег. Но здесь разных сфер может, то есть конкретно сказать не могу. Ну вот была какая-то сложная ситуация, которая послужила тем, что очень сильно вас ранило. Вот мне почему-то идет это в поездке, да? То есть какой-то активности. Если не поездка, то это была какая-то активность. То есть было какое-то движение, и это движение, оно не привело вас к желаемому результату. Хотя опять-таки, что есть желаемый результат? В данном случае, возможно, вы не получили то, что вы хотели, но при этом напрямую, да? Но косвенно через вот то, что разбило вам сердце, вы получили это. Что я сказала, да? Вынуждены были как-то переехать, вынуждены были что-то, не знаю, какой-то развод, например, да? Узнали о манипуляции какого-то человека, и это вас очень сильно ранило. И вот из-за того, что вас ранило, вы вынуждены были как-то действовать. И вот эти вот ваши действия, они привели к чему-то новому. К чему новому они привели? Они сделали вас сильнее. Они помогли вам встретиться со своими внутренними страхами, да? Преодолеть себя. То есть вот, знаете, иногда такое ощущение, что страх, боясь чего-то, оно, он как будто бы мотивирует вас на какие-то действия. То есть если бы не было страха, вы бы этого не сделали. Ну, например, идете вечером по улице, вот, вы, в принципе, не очень-то любите бегать, да? Хочется сказать. Вот. И вдруг, так, я не знаю, зашли в какой-то темный переулок, и что-то вам там показалось, что за вами кто-то следит, либо смотрит, да? И вот вы настолько от страха быстро побежали, да? Что вот благодаря этому страху избежали что-то такое негативное. Вот здесь, в каком-то таком аспекте, только здесь не про страх речь идет, а про то, что вас ранило. И ранее вы бы это не сделали. Но вот благодаря вот этой ситуации, как будто вы вынуждены, понимаете? Иногда бывает такая вынужденная ситуация, особенно если это касается вы мать, и это касается как-то вашего ребенка, да? То есть, вроде бы любая женщина, какая бы она хрупкая ни была, и мягкая, покладистая, когда речь касается ребенка, она становится дикой медведицей, да? Та, которая защищает и готова рвать и, там, не знаю, кусать кого, своего вот этого человека, нападающего, да? Для того, чтобы защитить свое дитя. Вот откуда-то появляются ресурсы, откуда вот появляется вот это второе дыхание? Вот у вас здесь ситуация, которая описывается, она как раз говорится про это второе дыхание. То есть, если бы не вот это горе, да, то вы бы и, в принципе, не получили то, что вы получили. А вы получили вот это благостное состояние. Во-первых, вы себя зауважали, у вас появилось больше уверенности, и вы вот как-то посмотрели своему страху в глаза, но не впервые, ну, то есть, не сначала, а когда уже ситуация случилась, вы проанализировали и могли понять, что да, мне было страшно, но это сделал, я молодец. Вот здесь вот про это. И вы себя как будто бы зауважали, потому что вы преодолели этот страх, а страх – это наш блок. Значит, как следствие, этот блок, он, хочется сказать, рассосался и дал вам энергию, которая была сконцентрирована в этом блоке. Вы ощутили в себе прилив энергии. Почему нам не говорят здесь, про это хотят сказать? Король кубков – десятка кубков, потому что это, вот то, что я сказала, да, вы себя зауважали, вы себя стали ценить. Это дало вам вот эмоциональное наполнение. Это дало вам, впоследствии, дало вам вот это состояние ощущения счастья, наполненности. То есть это вы увидели в этом какой-то успех, свой личный успех. Этот успех был связан, не знаю, если для кого важно, то здесь человек выпадает, как король кубков. человек, который как-то подпитывал, да, либо создал в вашей голове ограничения. То есть это не обязательно любимый человек, это может быть человек из вашего прошлого, да, то есть это может быть и какой-то родственник, там, не знаю, папа, кто-то, не важно. И не только мужчина. То есть здесь человек из прошлого, он как будто бы подпитывал ваши вот эти вот ограничения в голове, которые у вас были. Что я там не могу, я не способна, не получится. И когда вот эта вот ситуация случилась, вы преодолели ее, это придало вам вот это вот удовольствие, наслаждение, и в какой-то степени мне показывают здесь свободу, ощущение того, что вот я высвободилась, что ли какое-то вот облегчение идет. Я спрашиваю, что еще вы должны знать в этом потоке? Выпал Аркан Звезды и Король Пендакли, говорящий о том, что вам теперь нужно двигаться вот по зову своего, своей души. то есть ваша душа, она куда-то вас ведет, да, есть некий такой путь, куда вас ведут. И вам нужно слушать, слышать этот голос, и он приведет вас к Королю Пендакли. То есть для кого-то это действительно человек такой серьезный, да, с которым вы сможете выстроить серьезные взаимоотношения, основанные на взаимных обязательствах. Для кого-то это может быть то, что приведет вас к финансовому изобилию, да, к гармонии, к комфортной жизни, к уютной жизни. Для кого-то это может быть стабильность. То есть, чего бы это ни касалось, это речь идет о плодородной такой почве, да, из которой будет прорастать все то, что вам будет необходимо. То есть вам нужно идти, ощущение того, что вот вся эта ситуация, которую я здесь озвучила, она показывала мне какой-то этап в вашей жизни, который был необходим для того, чтобы вас привести вот в то будущее, где все будет так, как и должно быть, в позитивном ключе. Вам нужно было пройти вот эти вот страдания, вам нужно было пройти вот эти вот переживания, да, но благодаря как раз к этому переживанию вы для себя поняли, как вы больше не хотите. Вот что вы не хотите, чтобы в вашей жизни было, да, то есть вот этот опыт, он помог вам, во-первых, он сформировал вас, и вы для себя четко поняли, как вы больше не будете позволять другим людям, да, либо себе обращаться к собой, что можно, а что нельзя, а с другой стороны, он сделал вас как будто бы сильнее, он показал вам, что вы не настолько слабый человек, а намного сильнее, чем вы думаете, и вот то, как будто бы раньше у вас были какие-то ограничения в вашей голове, череда каких-то неудач, и вы как будто бы поверили в это, что вы не способны, и был здесь человек, который подпитывал вам ваши вот эти вот убеждения, что вы не способны на то, чего вы хотели, то в конечном итоге вы для себя здесь поняли, осознали, что это не так, да, вы как будто бы себе доказали о том, что да, я могу, да, я способна, либо я способен получить то, что я хочу, просто убрав этого человека из вашей жизни, на самом деле он был хорошим учителем для вас, почему, потому что он как будто бы доводил вас до предела, чтобы показать, что ну взорвись, да, взорвись, покажи, покажи себе, что ты можешь это преодолеть, что ты способен, способна, что у тебя получится, ну, это как, знаете, капля, 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 точет камень, в конечном итоге, да, вот эта дырка, она была сделана, и вы сделали вот этот вот шаг, он как будто бы довел вас до предела, как-то способствовал тому, что вы, вывел вас на эмоцию, на реакцию, что вы поступили иначе, вот это вот ваше действие, оно привело вас к тому состоянию, в котором вы находитесь сейчас, и карты здесь говорят, что нужно двигаться дальше, нужно идти по зову своей, своей души, вы знаете, куда вас ведет, то есть вам не нужно извне какое-то там подтверждение, либо какая-то информация, вы знаете, вам просто нужно следовать этому пути, не обращая ни на кого внимания, потому что вот этот вот опыт, он вам и показал, что вы можете, поэтому идите за своим зовом, идите за своим сердцем, он приведет вас к королю Пендакли, он приведет вас, да, и он придет, аркан изобилия, он приведет вас как раз-таки к изобилию, к тому, что вам необходимо, здесь как будто бы, знаете, как это называется, вознаграждение, здесь идет вознаграждение за то, что долгое время, возможно долгие года, вселенная вам говорила, сделай это, а вы никак не решались, да, и вот в вашей жизни появился, который некий человек, который поспособствовал тому, что вы приняли решение, которое вам говорила вселенная долгое время, и вы это сделали, и вот за того, что вы себя перебороли, из-за того, что вы совершили то, что необходимо было совершить, пускай поздно, да, лучше поздно, чем никогда, вот вас за это когда отблагодарили и дали вам то что вы заслужили в данном случае изобилия здесь об этом был у меня второй поток и так позиция номер три зелененький камешек троечки смотрим вашу позицию о чем здесь будет поток что вам нужно знать императрица что здесь с этой императрицей пятерка мечей конфликты обиды ссоры по поводу какого-то нового начинания когда нужно выйти из четверки пендапель так хорошо и что нам здесь говорят девятка кубков говорит про удовольствие новое начало сейчас происходит да для кого-то этот момент происходит сейчас а для кого-то этот момент был в прошлом то есть он уже завершился речь идет о том что здесь вы приняли решение стать императрицей то есть главный значимый важный женщины для себя если вы мужчина то вы приняли решение что вашей жизни главную роль должна играть определенная женщина то есть она очень значим она очень важная для вас но на пути именно принятие этого решения до либо достижения этой цели стала пятерка мечей какая-то обида какая-то конфликтная ситуация возможно для кого-то это была одержимость да хочу получить вот эту вот победу хочу получить вот эту женщину либо стать такой женщина любой ценой и а пойти в это новое то есть здесь этот опыт нового он был проложен через какую-то боль через неприятности через конфликты через предательство то есть вот все что негативное может быть на это случилось либо сейчас происходит либо случилось для того чтобы пойти в новый для того чтобы выйти из своего какого-то застойного периода четверки пендапли когда ничего не развивается возможно вам было сложно выйти за пределы того к чему вы привыкли то как вы привыкли жить и выйти как раз таки в новое начало до начать что-то новое и получается от этого нового какое-то удовольствие а почему здесь было сложно я хочу спросить по пятерке мечей сложно было увидеть какой-то шанс на сложно было оставить это все позади и что вам удалось здесь было очень много эмоций на этот счет было очень много волнений переживания непонимания запутанности иллюзорности обманов вот но в конечном итоге вы как будто бы решились и двинулись в путь но этот путь он принес вам очень много более скорее всего вот об этом нам и говорит пятерка мечей очень много боли потому что все время присутствовал внутри вас какой-то конфликт в плане того что правильно ли я принял либо приняла решение а так ли мне надо было поступить здесь были сомнения по поводу сделанного выбора хорошо показали нам эту ситуацию для чего нам показали эту ситуацию которая здесь речь идет для того чтобы сказать что мы идем в шестерку мечей мы идем в новое но идем через дьявола что опять с этим дьяволом не так здесь вам говорят о том что вы идете просто в новое но идете очень сложно да то есть есть здесь какие-то кризисные моменты здесь очень много проверок здесь очень много сомнений колебаний непонимания как мне идти тем путем я иду что мне выбрать там я не знаю светлый путь темный путь высшие силы какие-то морали либо наоборот какой-то земной план да то есть вот показывают какие-то мучения какие-то страдания на пути того что вы выбрали по достижению какой-то конкретной вашей цели идеала нам говорит о том что вот он вас здесь проверяет для чего во-первых чтобы вас исцелить для того чтобы вас исцелить от вашего бездействия чтобы вы начали выстраивать абсолютно новое будущее вот но уже поступать и на то есть знаете такое ощущение что вы сами не идете туда куда вы хотите да и здесь дьявол вас подгоняет через какие-то трудности сложности как я говорила в первом по моему по первой позиции да не путем так катанием да не путем так катанием а здесь вот такое знаете как бы так сказать либо ты сам пойдешь до добровольно либо я тебе все равно буду пинать в нужном состоянии в нужном направлении вот дьявол вам здесь говорит так что я не вижу чтоб ты добровольно пошел в это новое поэтому эти буду создавать такую кучу трудностей сложности что рано или поздно ты все равно пойдешь туда куда нужно то есть знаете не то что он заставит вас туда пойти а те сложности которые будет выстраивать они все равно вас ведут как говорится все дороги ведут в рим то есть здесь получается так будет выстроена ваша жизнь что через трудности вы все равно придете в этот рим и у вас было два варианта либо вы самостоятельно идете до две ветки в этот рим либо на пути по дороге к риму да будет куча там я не знаю препятствий там погодные какие-то явления завалы землетрясения которые вам нужно будет преодолевать и вот ощущение что преодолевая вот эти сложности не вы так или иначе в какой-то момент окажетесь в этом риме только вы как будто бы не понимаете это вот здесь причина заключается как раз-таки в семерке педакли да вот ваши вот это вот медлительность и нежелательный нежелание двигаться вперед то есть ваше ваш выбор комфорта и вам говорят здесь да что вас не оставит вот в этом комфорте в котором вы привыкли вас все равно будут двигать туда куда нужно хотите вы или нет то есть выбор за вами я в плане добровольно либо принудительно но я вижу что вы добровольно не выбираете поэтому вас принудительно все равно туда отправляет хорошо что вам нужно знать помимо того что я уже сказала что вам нужно знать двойка мечей и солнце вам нужно знать о том что ну не стоит сомневаться не стоит сомневаться знаете получить удовольствие расслабьтесь и получить удовольствие правда у этого выражения было еще как это еще одна часть которая предшествовала она не совсем культурные воспитанная поэтому я ее озвучивать не буду но скажу когда ситуация достаточно сложная вы не можете ее избежать единственное что вам остается это сесть расслабиться и получить удовольствие вот здесь вот вам про это говорят то есть расслабьтесь прекратите сомневаться прекратите себя накручивать прекратите по двойке мечей как-то придумывать того чего нету и по аркану солнца получите удовольствие наслаждайтесь тем что с вами происходит да то есть вот аркан солнца самый такой вот счастливый аркан из всех великих такой позитивном ключе это аркан счастья удачи к на финансового благополучия да вот вам вам нужно поверить на хочется сказать поверить себя поверить себя поверить свои идеи поставить точку на своих каких-то ожиданиях на своей память по этой пассивности повешенном аркан повешенного до на каких-то зависаниях и двинуться в тройку жезлов ну то есть здесь в принципе неважно сколько барканов я не выложила суть остается одно и то же да что в принципе даже в принудительном каком-то аспекте да вам нужно увидеть положительные моменты получать от них удовольствие то есть даже в каких-то трудностях сложности чего бы они не касались да нужно увидеть позитивную сторону медали тогда это здесь вот ощущение того что но вам все равно этого не избежать а поскольку избежать не получится смирение в плане покорности она не совсем позитивная поэтому вам нужно здесь смириться в плане принятия по и научиться вот получать какую-то свою выгоду вот в этих негативных аспектах да как говорят любые кризисные моменты они дарят нам новые возможности вот здесь вот ваша задача как будто вот эти кризисы до увидеть что-то позитивное что-то благостное для себя обязательно есть потому что во всех ситуациях есть свои плюсы есть свои минусы вот ваша задача научиться видеть позитивы и не только замечать их но еще и использовать в свое удовольствие по девятке кубков для того чтобы вот вас это как-то наполняла то есть кризисные ситуации то что с вами происходит то то что вам дарит здесь дьявол чтобы это вас не истощала а чтобы наоборот как-то укрепляла закаляла делала сильнее и вы получали от этого удовольствия да вот здесь как будто бы вам говорят что вот такой путь вы выбрали потому что добровольным путем да вы идти не хотите почему потому что вам хорошо то есть если вас не дергать то вы сами ну по собственному желанию не выйдете из своего удобства до той привычки того комфорта в котором вы находитесь вас все время нужно как-то выталкивать выталкивать из из этой зоны как-то вот теребить создавать вам какие-то условия неблагоприятные только так вы активизируетесь а иначе вы находитесь пассивность а у вас задача прийти к императрицы ну а до императрицы просто так прийти не получается нужно прикладывать очень много усилий для того чтобы что-то в себе изменить качество какие-то определенные для того чтобы стать императрицы вот такой меня был сегодня и третий поток для вас троечки благодарю вас всех за внимание если я не помню уже сейчас если этот расклад выходит в пятницу до хочу пожелать вам отличной недели хороших выходных всего самого наилучшего прощаясь с вами всем пока пока